Что можно ответить человеку, который говорит, что не постился и не будет поститься, так как в детстве голодал? Слышал, что голод очень трудно забыть, поэтому стоит ли вообще что-либо отвечать? Не так давно мне один мой очень хороший знакомый звонит – Алексей Ильич, помогите! Я говорю – что? У меня есть друг, очень хороший человек, друг. Я никак не могу убедить его креститься. Я говорю – да вы что? Я вас не узнаю! Вы что говорите? Не уверовать, а креститься! Вы что, никак не можете убедить его ходить на голове, да? А ножки кверху? Вы слышите? Всё перевёртываем на свете! Креститься! А он верует? Ну, пока нет ещё! Вы слышите, что творится? Я почему говорю об этом? Так и здесь, о посте. Я вам скажу – мы говорим о вещи, которая стоит на втором или на третьем месте, когда человек приходит к вере, когда постепенно он хочет действительно стать христианином. не с поста начинают это, а с других вещей. Пост – да, он нужен, поскольку просто дисциплинирует человека. Но вы знаете, что какое было видение Антонию Великому? Дьявол предстал ему и говорит ему – «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня». Ну и дальше он произносит слово, о котором мы с вами ничего не говорили. Да, смирение, а смирением ты победил меня. Не постом спасается человек. Церковь установила посты для верующего человека с тем, чтобы, повторяю ещё раз, немножко дисциплинировать его, чтобы он хоть немножко нащутил власть над своим чревом. У Иоанна Лесвичника – это один из великих святых наших – есть одно слово, которое называется, знаете как? Это великий аскет и подвижник. И написано, одно слово назвал так. Ну, один параграф. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда? Здорово, конечно! Ничего не скажешь. Так вот, я и думаю, что здесь по мере веры человека будет он поститься, конечно. А если у него ещё нет веры, то что проку будет от этого поста, скажите мне? Многие подвижники, подвижники настоящие, которые, ой, как постились, но возгордились этим своим подвижничеством и оказались недостойными церкви, недостойными спасения и часто погибали. И так поэтому, если мы хотим ответить этому человеку, то сказать ему, голубчик, постарайся жить по-христиански. Не то, что, говорит, церковь поститься и прочее. Нет, по-христиански. То есть, не осуждай, постарайся не осуждать. А осудил – сразу скажешь – Господи, прости меня, по-милому. Не жадничай. Не объедайся. Тем более, что ты голодал в детстве. Просто не объедайся. Ешь, ешь. Но не объедайся. Не тщеславься, не хвастайся. Вот с чего нужно начинать – с укрепления веры. А мы начинаем с поста. Какую ошибку мы допускаем? Веру надо укрепить. Тогда можно и креститься. Тогда можно и поститься. А пока у меня нет такой веры, это для меня будет носить только, знаете ли, какой характер, какой чисто внешний, какой-то ритуал, и не знаю зачем. Вот так. Второй вопрос. Много читаю в интернете. Большой поток информации, количество мнений. И боюсь, что впитаю какую-нибудь тихую ересь. Есть ли такая угроза? На что обратить внимание? Слушайте, общаюсь с любым человеком. Общаюсь с любым видом информации. Читаем, смотрим, слышим. Мы обязательно, обязательно проникаемся этим. В разной степени, но проникаемся. Посмотрите, какое сильное впечатление на нас иногда производят. Вот едете и увидели катастрофу. Ух, многие говорят, я долго не могу прийти в себя. Увидев, что там. Слышите, какое впечатление. Так вот, оказывается, психологический закон, который надо знать. Ни одно впечатление, которое проникает в нас, не остаётся бесследным и не исчезает. Ни одно. Читаю ли, смотрю ли, слышу ли. Поэтому нужно беречься. Беречься. Мы часто по любопытству смотрим такие гадости. И неужели не чувствуем, что это потом остаётся? Что это действие? Чувствуем. Вот начинается христианство. Я знаю, что ходить по гвоздям, которые острым вверх, плохо, а интересно. Знаете, как чешет пяточку? Да? Потому что с твоей ножкой будет. Хочу сказать, грех, о котором говорит христианство, грех – это рана, которую человек наносит сам себе. И, соответственно, страдает. Слышите, я обращаю на это особенное внимание, потому что часто под грехом, что разумеет, нарушил волю Бога. Ну, но он милостью и простит, ничего. Ну, хорошо. Бог говорит не ходить по гвоздям. Я пошёл. А что мне прокур, что он простит? А пятка-то болит? Грех – это рана, которую мы наносим себе. Бог – это только врач, который нам говорит – не делайте вот того, того и того. Это плохо. Или на церковном языке – это грех. Вот что такое грех. Не делайте вот так, как врач нам говорит. Врач нам говорит же не делать. Не ешьте то, не пейте то. Вот и всё. Вот что такое грехом является-то. А не то, что я Господу Богу восстал против него и делаю. Врач говорит – ну, вы же смотрите, вы свободны, конечно, но я вам очень не советую. Есть вот то-то и то-то. И мы... Сами знаете. Иногда человек послушает, иногда – не могу. Уж очень вкусненько. Очень хочется. Потом – ай, печёнка заболела. Так тебе же говорили – не ешь. Вот что такое грех. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся. Вот. Это нужно просто это понимать и знать. Поэтому надо стремиться, насколько это возможно, следовать вот евангельским заповедям. Потому что они указывают нам, какой? Правильный человеческий образ жизни. Слушайте, человеческий образ жизни. И больше ничего. Церковь только даёт некую помощь. Вот сейчас, например, и там посты устанавливают. Но опять как устанавливают? Что значит пост? Это опять обычно мы всё это сводим к роду пищи. Это же неверно! Прежде всего, это воздержание. Отчего? От всякого зла. И здесь немножко воздержание в пище, чтобы себя дисциплинировать. Вот так. И вот в отношении, так сказать, чтения, скажем, нужно всячески остерегаться. Читать всякую дрянь. Читать, смотреть и слушать. Если хотим, себе добра. Человек – это бесконечный компьютер, в котором никакие впечатления никуда не исчезают. И все они обязательно действуют. В разной степени, но действуют. Кто хочет себе добра, тогда не надо смотреть, не надо читать. Слышите? Зачем же себе вредить-то? Вот так. Так. Вопрос отношения к дьякону Кураеву. Попросим задать вопрос из другого города. Почему священники заявляют, что он не православный? На периферии, наоборот, его хвалят. Кто не прав, где истина? Ой, вы знаете, это как всегда. Одни ругают, другие хвалят. Вот так. Будьте... В наше время надо быть настолько осторожным и к похвалам, и к поношениям. Очень надо быть осторожным. Ведь сейчас кого только не ругают, и кого только не хвалят. Потом мы склонны так начинаем хвалить без меры. Хороший батюшка – он святой, знаете, он прозорливый. Это такой... У-у-у, сущий сатана! Господи! У нас только чёрное и белое. Другого мы не знаем никаких категорий. Увы. Поэтому здесь, я думаю, надо относиться не так, что как кто сказал, что сказал. А если кто хочет действительно разобраться, ну, посмотрите, на что обращать внимание. Прочтите сами, посмотрите и увидите, хорошо это или нет, добро это или нет. Ну, нужно же немножечко нам, ну, самим думать. Ну, почему всё время ждём, чтобы нам кто-то положил в рот, а мы должны глотать? Ну, зачем же так? Надо самим немножечко, так сказать, рассуждать, говорить и думать. Вот так. О границах ответственности в воспитании детей с точки зрения вечного спасения. Ну, я сейчас же говорил, вина родителей. Ну, самое главное – это родители. Второе. Успех воспитания. Так, успех – это степень давления на ребёнка. Слушайте, это такие общие формы. Попробуйте. Ну, как это сказать, какова должна быть степень давления на ребёнка? Ну, попробуйте ответить. Какого давления? Что за степень? Какой ребёнок? Какие родители? Слушайте, это же такие вопросы, которые... Слушайте, говорят, что уравнение даже с двумя неизвестными нельзя решить. А здесь 33 неизвестные. Так, степень свобода ребёнка и раскрытие личных дарований. Скажу вам так, что самое сильное орудие и самое сильное средство развращения ребёнка – это отсутствие наказаний. Хотите, чтобы из ребёнка, чтобы из ребёнка появился бесёнок? Никогда не наказывайте. Он должен быть в свободе. Кончится чем? Тема о том, что ещё две тысячи лет тому назад сам Христос сказал – «И восстанут дети на родителей, и убьют их». Вседозволенность – самое сильное средство развращения ребёнка. Отсюда, конечно, не следует, что мы должны быть деспотами. Но вседозволенность – это самое сильное, это надо понять. Поэтому и видим, что такое, как нам хотели, и ещё, я уверен, ждут вести ювенальную юстицию, когда родители станут рабами детей. Вы слышите? Мне вот приходится вот сейчас слышать, вот рассказывали буквально несколько случаев в Соединённых Штатах. Там вообще, скажу, это кошмар, что происходит в Германии. Я просто, мне стыдно даже рассказывать, что заставляют делать так. Я не могу просто сказать. Заставляют делать в школу. И когда родители говорят, мы не пустим ребёнка, девочку – хорошо. Или тюрьма. Решение прав родительских отбирают ребёнка. Что бы! Это ювенальная юстиция, это какой-то ужас. Конечно, её будут называть разными именами, но принцип один. И какой? Вседозволенность ребёнку. Он господин. Представьте себе, в квартире кнопочка, кнопка, которую может ребёнок пятилетний нажать, полиция тут же появляется, я говорю, в Соединённых Штатах. И родителям, ой, не сдобровать. Вот последний случай мне рассказали абсолютно достоверно. Отец, капитан первого ранга, морской капитан, да, на машине с пятилетней девочкой, едет, там три собачки, подъезжает к школе, к школе, где ему нужно было на одну минуту отойти и там конверт передать, и всё. И он уже потом говорит, я вижу, что я только вошёл в школу, смотрю, какая-то женщина звонит по мобильному. Что же оказалось? Да, он оставил девочку в машине, открыл стёкла, всё. А оказывается, это уже тут же донос, и что началось? Боже мой! Начинается собрание, начинается прочистка родителей. Что это такое? Вы оставили одного ребёнка в машине? Могло быть что угодно на одну минуту. Я вот не знаю, вот сейчас спрошу ещё, забыл спросить, уже должно быть уже большое собрание, присутствие уже там адмирала флота, и там к чему пришло. Сказали так, что если на этом большом собрании всё-таки кто-то скажет, скажет всё-таки, что родители виноваты, будет судебное уже разбирательство. Что вы? Дайте такую власть ещё этим несмышлёнышам, но которые почувствуют, что родители их боятся. И потом что будет? Дьяволов превратят этих детей. То есть идёт просто настоящий сатанизм. И там уже осуществляется. По крайней мере, вот в Америке, в Соединённых Штатах и в Германии. Это я точно знаю, поскольку был там и знаю. Вот, поэтому по отношению к ребёнку, да, обязательно нужны наказания. Не жестокость, а наказание. Обязательно. Иначе я не знаю, что с нами будет. Для десятилетнего ребёнка на службе стоять пытка, наказание. Как заинтересовать и что делать? Да, вот, очень часто приходится встречаться с вопросами, когда уже на курок нажали, пуля летит, то он говорит, что делать? Пуля летит. А до десятилетнего ребёнка что делать? До десяти лет. Ничего не делать. Ребёнка надо постепенно приучать к службе. Постепенно. Ему немного ещё лет. Два года, три года. Постепенно приучать. Забаловался – уйди. Не мешай людям. Ребёнок ни в коем случае не должен мешать людям в храме молиться и стоять. Потому что это бесовское и тогда будет дело. Ребёнка. Постепенно приучать. К десяти годам уже ребёнок, знаете, как бы стоял. Как хорошо. При этом, при этом, я говорю, постепенно что значит? Вот пять минут, потом десять, пятнадцать и так далее. Постепенность же требуется. А мы сразу – или ничего, или всё. У того действительно взрыв протеста. В десять, одиннадцать, двенадцать лет вы его притащите. В тринадцать, четырнадцать вы уже ничем не заставите. Он будет только на дискотеке. Насилием разве можно? Уже воспитание, дуги гнут с терпением, а не вдруг. Поэтому в данном случае вот наша ошибка, что мы не воспитываем детей, не приучаем детей с детства. Но мало только этого приучать стоять. Надо же понять всё-таки, что главная задача не в том, чтобы он постоял в церкви. Разве вы это? Я помню фильм, фильм «Кто такое?» Йоги, что ли? И мне запомнилась картинка пятилетней девочки, которая пытается морщить лобик свой, но, естественно, морщин не получается. Но почему? Приучают к вниманию. Слышите? Общий и единый голос церкви, где нет внимания, там нет молитвы. А нет молитвы – значит, вы занимаетесь пустотой и самообманом. А теперь вопрос. Можем ли мы приучать ребёнка к вниманию, когда сами отче наш, как я говорю, и на Соломонах, уже островах? Сами себя не приучаем к вниманию в молитве. Сами абсолютно без какого-либо внимания молимся. Это ужасно! Святые отцы пишут, что это оскорбление Бога, молитва, произносимая без внимания. Это оскорбление, вы слышите даже, как говорит? Это оскорбительное для Бога занятие. Вот как сурово говорят. А мы привыкли вычитывать молитвы, таратори. Ребёнка приучаем просто наизусть выучить и всё молитву. выучил. Ой, уже Богородица Дева знает, радуйся. Надо с самого вот момента проявления разумности сразу приучать. Голубчик, с вниманием надо. Ты же не попугай, а человек. А для того, чтобы мы начали учить детей вниманию, нужно самим начать это. Мы никто не молимся с вниманием. Но знаете, это страшное бедствие, которое поражает христианский народ. На богослужении стоим, мечтаем, по всему миру бродим. На молитву стали, читают, а опять улетели. Кто же молится? Одного иродица спросили, много ли народа в храме? Он ответил, да всего два человека, а полно, полный храм был народом. Слышите? Так вот, значит, в отношении ребёнка, я говорю, очень хорошо, что задали вопрос. Обязательно надо приучать себя, во-первых, и ребёнка, во-вторых, молитвы читать с вниманием. для этого есть очень хорошее средство. Очень хорошее средство. Краткая молитва. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Может быть, эту молитву ещё успеем прочитать с вниманием? Длиннее уже невозможно. Начинать хотя бы с этой краткой молитвы, приучать себя и ребёнка. Ну, давай, ну, давай, Машенька, сейчас вместе с тобой прочтём с вниманием. Господи, неспешно Иисусе Христе Сыне Божии, помилуй меня. Ну, как, Машенька? Хорошо? Вот видишь? Ну, давай ещё разочек. Приучать надо и себя, и детей. А просто приучим даже стоять в храме, то, обладая даром пророчества, говорю вам, до 13-14 лет, а дальше вместо храма он будет на дискотеке и будет выделывать рог ногами. Вот так. Что делать, если работа занимает то время, которое необходимо для заботы о ближних? Бог не спросит с нас того, что мы не могли сделать. Он спросит нас то, что мы могли и не сделали. Неужели это непонятно? Ну, что вы! Это, во-первых. Во-вторых, почему мы думаем, что забота о ближних занимается только в том, чтобы мы могли что-то сделать руками и ногами или деньгами? Нет! Нет! Первое и самое главное – от души из-за человека вздохнуть! Господи, помилуй вот этого болящего и вот этого старого человека! Помоги ему терпеть свои болезни, свои годы! Прежде всего мы даже что? Слышите? Проявить любовь! Может быть, затронуть свое сердце хоть немножко чем? Любовью! Ибо любовь исцеляет! Любовь есть добро! Потому что можно, знаете, что и руками и ногами можно сделать, а без любви боюсь, что как бы все это не пропало! Дело без любви ближнему малый успех имеет! Поэтому если мы действительно не имеем возможности внешне помочь, мы имеем полную возможность от души вздохнуть за этого человека! Как жить по-христиански и при этом иметь квартиру, машину, дачу, как не привязываться душой к этому! Просто да! Вспомните, что другие имеют в тысячу раз больше, чем вы! А вы совсем бедный человек! И не будете, может, привязываться! Как мы не привяжемся же, мы к копейке или к рублю! Но потеряли! не привязываться душой только можно через призму того, что я понимаю, сейчас я жив, а через час Исаак Сирин пишет, кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни! Вот эта вот память действительно о том, что мы всё-таки смертны, а не бессмертны, да, знаете, это хороший такой душ тонизирующий, прекрасный! Тогда совершенно иначе мы начинаем относиться к тому, что имеем эти, господи, смех один, квартира, машина, дача, игрушки для взрослых! Да! Поэтому вспоминая об этом, да, надо, так сказать, всё-таки помнить, помнить, к чему мы призваны, и что всё это скоро мы отдадим. И не только машину, квартиру и дачу, но даже и само тело, о котором так много мы заботились. И мы видим каждый день само тело! Увы! Я думаю, что эти отрезвляющие мысли могут немножечко помочь. И ещё как совершить заповедь Бога о рождении детей и здравый смысл. Или если женщина не хочет иметь ещё больше детей, это просто эгоизм. Можно по эгоизму, а можно по разумности. Мы какую-то несчастную тряпку, простите, что я так выражаюсь, нет, это костюм, конечно, это платье прекрасное, да, но нет, 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 эту тряпку и то покупаем, мы рассуждаем, мы думаем, недорого ли, недёшево ли, и так далее, и всё это рассуждаем. Здесь ребёнка как Бог даст? Да кто ж так делает? Имейте возможность действительно воспитывать ребёнка в условиях надлежащего человеку? Да, пожалуйста, надо. А когда уже у человека подчас, вот у меня знакомая одна, семь человек, ой, я ещё хочу ребёнка. Ну, в конце врачи сделали и нечто, и что она больше не может иметь ребёнка. Ну, просто это диво даёшься, что ты делаешь в нищету, кого ты растишь, кто это будет? Уже если по отношению, ещё раз повторяю, к вещам мы разумно относимся, то по отношению уже к тому, чтобы иметь ещё ребёнка, в тысячу раз разумнее надо быть. Но разумно, а не по страсти. Я понимаю, грех, когда дети мешают нам куда? Ездить вот по курортам и по всяким там отдыха, островам и прочим всяким вещам. тогда это понятно. Да. А когда мы видим, что действительно объективные условия жизни свидетельствуют о другом, надо здесь разумно подходить. Но это совсем не предполагает – это очень важная оговорка, что если уже ребёнок зачался, чтобы его уничтожать. До этого другое дело, когда если принимать разумные – есть разумные меры, не связанные с уничтожением зародыша. Есть разумные не связанные. Здесь вы можете быть спокойны. Но уже грех принимать эти противозачаточные средства, которые уничтожают уже зародившегося ребёнка, или тем более аборт. Вот тут уже нет. До тех пор можете всё делать, но если случилось – всё. Это уже надо принять как волю Божью. Вот так. И здесь подходить, я считаю, нужно разумно, а не безумно. Потому что как многие, знаете, живут как угодно. Как Бог даст? Простите, а вы воздерживаетесь хоть иногда? Вы же знаете, что можете в этот период воздержаться. Нет, как Бог даст. Причём тут Бог? Видишь, как на Бога сваливает. Вы в этот период воздержитесь, потому что знаете, что будет. Вот что надо. Вот я думаю, что это так. Вы уж меня извините. Сейчас много говорят в обычных школах об успешности ученика, человека. Не дай Бог, ребёнок почувствует себя неуспешным. Как реагировать на это? Надо ли реагировать вообще? Нет, ну, конечно, надо реагировать. Ребёнка надо, конечно, поддержать. И надо объяснить ему, что успешность, успешность каждого человека имеет свои особенности. И показать. Вот одни, видите, успешны в беге, другие в штанге, одни в хоккее, другие в баскетболе, да, один в математике, другой там в русском языке и так далее. Видите, в разном. Так и ты. Ты, может быть, неуспешна вот в этих вот учебных предметах, но зато ты успешна в другом. И, наверное, бдители найдут сказать, в чём успешен их ребёнок. Обязательно найдёте. Обязательно. Вы не можете не найти. Вот как надо. Обязательно надо, конечно, успокаивать ребёнка. Ну, что вы? А вот эти вот успешности – это, я вам скажу, довольно серьёзная вещь, когда начинают эту пропаганду лидерства. Это очень опасная вещь. Нельзя смешивать лидера и, я бы сказал, героя. Лидер, который себя чувствует над всеми и лучше всех. Он первый. Ужасная вещь. Я был в Риге, и там уже тот, ну, назвать, как у нас, кто зовёт учебным процессом в городе? – Горано. – Горано, вот этот председатель Горано выступил с заявлением уже насчёт лидерства. Выступил, говорит, мы портим детей. Но во что их превращаем? Один лидер, а остальные кто? Получается, никто? Это что такое? Мне очень понравилось это его письмо, оно у меня где-то есть даже, я себе взял. Вот так. Поэтому нужно бояться вот этих двух опасностей. Первое – чтобы ребёнок почувствовал себя лидером, да избавит Бог. Второе – чтобы он почувствовал себя никчёмным, уже никуда не годным, как последним. То же самое. Это две крайности, которые одинаково, одинаково губят ребёнка. Надо бояться этого. Что значит порядок в семье? Порядок в семье, вы знаете, в зависимости, конечно, от того, от состава семьи, от того, какие дети, но порядок в семье – это порядок, во-первых, это чистота. Чистота даже внешнюю, чтобы не было, если, знаете, набросано, тот бельё, мне недавно говорят, в семье там пять или шесть человек, и мальчики, и девочки, и мне говорят, посмотрите, посмотрите, что это творится. Не мне посмотрите, мне говорят просто, что это такое, мальчики уже, уже возрастают, всё, тут бельё, девичья и юноши. это что такое? Что такое? Что, раз вы не понимаете, в каком они возрасте уже? И какие у них впечатления? Это что такое? А порядок другой. Ладно, когда кнопочка побольше, почему постель не убрана? Кто должен убирать? Мама? Папа? Ну, что у тебя в комнате? Бог знает, что творится. Это если отдельная комната у ребёнка. Что вы? Я забыл, какой-то американский писатель, вот забыл, очень известный, ну, богатые люди, и он говорил, у нас в семье все дети знали каждой свои обязанности. одна сестрёнка должна была должна была чистить всем обувь. Я, говорит, должен был ходить на ферму за километр там, за молоком. Вот, третий, ещё что-то такое, я не помню, но он говорил, все имели свои обязанности. Слышите? Воспитание как? Знаете, какое воспитание шло? Хотя, кажется, обеспеченные люди ни в чём не нуждались. Пожалуйста, могут и слух иметь, и всё. Нет, извольте вы. Порядок в приёме пищи, как это много значит? Как много значит, когда вся семья вместе, вот, в такое-то время, так, собирается вместе и кушает вместе, а не каждой по отдельности. Я говорю, когда есть возможность. Допустим, иногда могут быть такие расписания работы, знаете, распорядок дня, но надо стремиться к тому, чтобы семья собиралась вместе. Вместе за столом собиралась. Приучать, кстати, как даже за столом себя вести. Мне рассказывала моя старушка-мама, как у них было за столом ещё, она 16-го года рождения, как за столом все сидели. Кто-то хмыкнул ложкой в лоб. Представляете, тишина была и порядок. И я так подумал, действительно, относились к приёму пищи как к некоему священнодействию. Молчание, серьёзно, спокойно, никаких шуток, вообще никаких даже разговоров. А теперь мы, ну что, разве можем за столом только и посидеть, посмеяться и прочее. Как изменилась культура. Очень изменилась. Но, по крайней мере, мы должны хотя бы наблюдать хотя бы за таким порядком приёма пищи, чтобы насколько все вместе, как сидеть за столом хотя бы, порядок вещей. Вот что такое порядок. Я говорю о чисто внешнем порядке. А если есть возможность, то вместе хотя бы кратко вечером прочитать молитву отец или мать или старший ребёнок, ну хотя бы пять минут, ну хотя бы несколько молитв, но вместе все знают, что вечером обязательно должна быть молитва. Причём я у священников я видел дети разного возраста, ну совсем маленький, ну конечно ложится. Старшие уже стоят. Всё! А потом и сами стали читать и своих теперь детей точно так же обучают молиться вместе. Ой, как это замечательно! Приучить! Привычка – это вторая натура. И поэтому хорошие навыки имеют огромнейшее значение в воспитании ребёнка. «Как наладить отношения со взрослыми детьми? Они неверующие». Ну вот видите, вот вопрос, видите, уже они взрослые, уже они неверующие. Видите, как мы поздно-поздно хватаемся. Но всё-таки хотя бы некоторые вещи надо знать. Религия и христианство в частности – это та область, в которой не может быть насилия и принуждения. Ни в коем случае. Это область только души человека, область его разума и его совести. Поэтому единственное, что может быть, потому что далеко это не всегда, можно бы стараться говорить на какие-то темы, какие-то темы, дать какую-то книгу, темы религиозного порядка. Но всё зависит от родителей, насколько они могут или нет, что они знают. Конечно же, вопрос нужен о том, что это такое церковь, что это такое христианство, что это такое православие, что это такое Бог, кто это такой – мы сегодня немножко поговорили. Да, Христос, а зачем Он нужен? Евангелие, понимаете, смысл жизни. Есть же много вопросов, о которых надо деликатно, деликатно, но, насколько это возможно, действительно стараться говорить с детьми. Очень часто мы упускаем детей. Скажите, пожалуйста, неверующим детям, вы верите, что нет Бога. Но эта вера, что нет Бога, не имеет никаких аргументов. Просто никаких. Вера в то, что нет Бога, никаких, представляете, это очень важно, имеет никаких аргументов. Ну, почему верите, что нет Бога? И начинается, а кто Его видел? Ему отвечают, вы в своем видели? Нет. Значит, у вас Его? Так. С этим разобрались. Да? Кажется. Наука доказала. Да? Ну, правильно. Это множество ученых, которые верят Богу, они, конечно, лучше нас, хуже нас знают, да? Они верующие, а мы не верующие. Да? Полно ученых, которые веруют. Опять? страдают на земле. Верно. Страдают почему? Почему страдают пьяницы, там, алкоголики, почему прочие страдают? Почему? Разве не знаем, почему? И вот тут важно объяснить, что такое грех, что такое заповеди. Нарушение законов природы приводит к чему? К экологическому кризису. Этот экологический кризис и у нас происходит. И мы из-за этого и болеем, и страдаем. А поскольку дети связаны с родителями как одно целое, как одно тело, то состояние и родителей, и самого даже рода во многом обуславливает затем и состояние детей. Но что очень важно, если есть Бог, тогда мы знаем, поскольку верим, что ни одна капля страданий не напрасна. Значит, это полезно ему. Мы живём земная жизнь миг, а человек предназначен к вечности, значит, это полезно для него. Так, а если нет Бога? Просто страдает бессмысленно и всё. Да, вы предпочитаете эту веру? Да, что бессмысленно страдает? А я предпочитаю и верю, что ни одна капля ребёнка не пропадёт даром, ибо Бог есть любовь. Ну, вот так, это я примерно вам говорю, просто приблизительно. Надо же разговаривать, но чтобы разговаривать, надо знать, чтобы знать, надо читать, надо учиться. Мы не хотим учиться. И подчас такие вещи говорим детям, что, Боже мой, сказки какие-то рассказываем. Они, конечно, смеются и больше ничего. И мы начинаем говорить о чудесах. Будьте осторожны, потому что очень много происходит вещей, которые не являются чудом или являются чудесами ложными. Сам Христос говорил, восстанут лже-христы, лже-пророки. Я прибавил лже-святые, которые дадут великие, великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, даже верующих. Один из святых поэтому говорил, чудеса, вызывая удивление, слышите, мало способствует святой жизни. Слышите, как? А мы сейчас все бросились на что? Чудеса, 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 ищем чудес. Ну и что? Ну, совершил чудо, и что дальше? А ты изменился? Ты перестал осуждать? Да? Перестал жадничать? Перестал завидовать? Нет, просто чудо! Вот Кассиан римлянин, преподобный, говорил, чудеса, вызывая удивление, мало содействуют святой жизни. Так что и это, видите ли, не аргумент, поэтому надо быть осторожным. Надо учиться, чтобы учить других. А если мы ничего не зная, начинаем своим детям что-то говорить, не зная откуда, то тогда я нисколько не удивлюсь, что они просто засмеются и скажут, знаете что, вы эти сказочки может кому-нибудь другому расскажете. Вот как! Учиться, оказывается, надо. Учиться, я не говорю, в школе. А вот ребёнок задаёт вопрос, эти школьники задают вопрос, не можете сами спросить, к священнику придите. Он поможет. Он даст книгу какую-нибудь, укажет на книгу, которую можно прочитать. Вот тогда придишь и сами научимся, и детям поможем. А сейчас и раньше было много учёных, верующих, Ньютон, например. Почему тогда не переписаны ещё учебники биологии, физики и других? Ну, спросите в Министерство образования, пошли запрос. Да. Жалко, что я не заведую этим, этим, да. Ну, что вы! Неужели вы не понимаете, что без Бога широка дорога? Без Бога легче жить! Что вы! Я же, если Бога нет, души нет, вечности нет, значит, умер, и всё в порядке, всё закрыто. И всё закрыто. Что бы я ни наделал, какого бы зла ни сделал, какого бы я лукавого не был, самым дьяволом лукавым, всё, умер, всё в порядке. Бога нет, 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 его нет! Откуда эта причина атеизма-то? Слышите, откуда? Из страха перед ответственностью. Недаром, как говорят, что что там, страус зарывает голову в землю, в песок перед самопасностью. Так и атеизм. Не хочу, чтобы был Бог. Не хочу! Потому что, ещё раз вам говорю, что атеизм не имеет никаких аргументов. Вы можете себе представить? Никаких аргументов не имею! Все аргументы, которые выставляются, это, вы знаете, печенье такое, что, ну, анекдот, или уже человек совсем что хочу, то и утверждает. Ну, вот скажу хотя бы, ну, хотя бы один вопрос. Наука. Наука утверждает, что все наши знания, извините, всех наук, все наши знания являются только одной капелькой в океане непознанного. Можно ли на основании знания одной капельки говорить о том, что там в океане? Подошёл, зачерпнул кружку океанской воды и воскликнул. А какие-то идиоты мне говорят, что тут киты водятся! Слышите? Вот, что говорит наука. Поэтому наука, самое большое, что может сказать, что значит наука? Учёный. Я пока вот не знаю, есть Бог или нет. Хотя многие убеждали, что есть. Но сказать, что нет, никогда и никто, ни один учёный сказать не может. Просто не может. Почему? Капелька. Зачерпнул вот столько водички. Всё, ура! Я опознал океан. За ваше здоровье! Благодарю вас! Вы что думаете? Я за ваше здоровье выпил и благодарю за ваше внимание, за ваше терпение, за вашу сичь. Чуть просто диву даюсь! Я бы уже, например, давно бы сбежал. Не выдержал. Вот так. Спасибо, Господи! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОТЛАДИСМЕНТЫ